Мы считаем, что оптимизм – это главная движущая сила прогресса. Ведь это оптимисты придумали самолеты, а не парашюты, лампочку, а не электросчетчик, зеркало, а не мейкап. И сегодня оптимисты Оренбурга продолжают верить в лучшее, в хорошую погоду, хорошие дороги, хорошее настроение и фигуру. Меня зовут Наталья Саблина, это программа ГТО. Вместе с моими экспертами я дам вам сегодня несколько по-настоящему хороших советов. Каждая мелочь в пироге, она важна. Как испечь исконный русский пирог с брусникой? Я считаю, что проект удачный. Придумано в Оренбурге – волейбольный фитнес. Секреты настоящего успеха от владельцев старейших компаний города. Все мы знаем, что в масленичную неделю принято печь блины. Впрочем, просто печь тоже не возбраняется. Особенно традиционные русские пироги с чудесной хрустящей корочкой и вкусной-вкусной правильной начинкой. Секреты настоящих пирогов нам раскроет настоящий мастер. Мы хотим ознакомить всех наших потенциальных гостей с замечательным нашим пирогом с брусникой. Вообще, мы очень долго искали тесто. Наконец-то его нашли. Тесто у нас по уникальной технологии – наше фирменное тесто. Тесто слоем дрожжевой. Здесь только натуральные ингредиенты. Здесь яйцо, мука, маргарин, сахар, соль. Наш пирог отличается тем, что, ну, во-первых, он весит килограмм, то есть начинкой он очень богат. И натуральная ягодка брусника, сама по себе брусничка немножко кисловатенькая ягодка, поэтому сахарком идет. От того, как вы сформируете дно пирога, от того, как вы уложите начинку, зависит его форма. То есть тут нету второстепенных вещей. Каждая мелочь в пироге, она важна. Мы не стремимся к тому, чтобы ягода не вытекала. Она должна течь. Это естественно. Это сиропчик. И потеки из пирога даже украшают ягоды. Творим верх пирога. То есть пирог ягодный, брусничный, открытый, поэтому мы закрываем его декоративными полосочками. Процесс рождения пирога, процесс интересный. Все зависит от того, с каким настроением ты его делаешь. Мы смазываем яичным меланжем для хорошей корочки. Ну, во-первых, для склеивания теста, чтобы он держал форму. Процесс по формированию пирога близится к завершению. Осталось его немножко подбить для лучшего склеивания боковинок с дном. Все, и мы отправляем пирог в расстоечную камеру. Наш расстоявшийся пирог готов к отправке в печь. Выпекаем мы его в подовой печи при температуре от 180 до 200 градусов. И вот наш пирог готов. Вот его естественная текучесть. И осталось только налить чай и отрезать себе кусочек. Дегустировать только что испеченный пирог мы отправились вместе. Итак, Максим, мы с вами приступаем к дегустации пирога, который вы только что на наших глазах собственноручно испекли. Скажите, пожалуйста, как нам с вами это сделать правильно для того, чтобы не попасть в неловкую ситуацию? Удобно в нашем случае с пирогом поступать ножом и вилкой, отрезаем кусочек. Не бойтесь того, что течет начинка, макайте тесто и кушайте. Очень хрустящее, хорошо пропеченное тесто и много-много ягод. Это на самом деле очень вкусно. Ресторан русской кухни «Растегай». Заказать пирог наш просто. 5-110-90. Волейбол является одним из наиболее доступных и популярных видов спорта. Трудно переоценить его пользу для здоровья, сердечно-сосудистой системы, зрения, развитие координации и сохранения хорошей фигуры. А некоторых оренбуржцев увлечение волейболом подтолкнуло к созданию социально ориентированного бизнеса. Подробности у наших корреспондентов. Я считаю, что проект удачный. Люди занимаются. Владимир Терехин – человек в городе известный. Директор ООО «Техносервис», председатель исполкома Федерации волейбола Оренбургской области, игрок волейбольной команды ветеранов. Он удивительным образом смог совместить, казалось бы, несовместимое – крупный строительный бизнес и хобби, увлечение всей жизни – волейбол. Начал заниматься волейболом более серьезно, так можно сказать, с 34 лет. С 2008 года вышли на уровень России. У меня было желание построить собственный спортивный зал для того, чтобы здесь могли дети заниматься, в первую очередь волейболом. В первую очередь Владимир решил приобщить к занятиям спорта детей, оторвать их от гаджетов и телевизора. Ребята занимаются здесь самбо, дзюдо, теннисом, футболом, баскетболом, но особенно пристально. Владимир следит, конечно, за работой его любимой секции – волейбольной. Они азартные, первые. Во-вторых, это командные, то есть воспитывается командный дух. Командная игра, я еще раз повторяю, ты не устаешь, это интересно. О задачах, которые можно решить с помощью тренажеров, мы поговорили с администратором фитнес-центра. Для похудения или набора мышечной массы, безусловно, лучший вариант – это тренажерный зал и правильные, грамотные тренировки. А что скажет опытный тренер? Все зависит от подготовки, уровня каждого индивидуального человека, то есть проработка всего тела за одну тренировку, либо разделение по спри-программам. И все подбирается сугубо индивидуально. Интересно, как быстро можно достичь результата. И если начать прямо сейчас, успеем ли мы подготовиться к пляжному сезону? Все зависит от желания и честности выполнения упражнений и соблюдения режима питания. Если будет все идеально соблюдено, то в течение месяца, я думаю, вы будете уже довольны своей работой. Вариантов физических занятий сегодня масса. Это и невероятно популярные силовые тренировки кроссфит, и более привычные йога и аэробика. Йога больше предназначена для тех, кто хочет морально отдохнуть и для душевного баланса. А функциональный тренинг и степ-аэробика для тех, кто хочет разогнать кровь по жилам и просто держать себя в хорошей форме. Теперь, когда все получилось, Владимир Терехин мечтает об одном – чтобы на его клуб обратило внимание Министерство спорта. Он готов щедро делиться своими возможностями для того, чтобы открыть оренбургским ребятам большую и важную дорогу. Дорогу к профессиональному спорту, крепкому здоровью и настоящим победам. Волей фитнес. Игровой зал. Спортивные секции. Силовой фитнес. Аэробика. Массаж. Автомойка. Автоматики 12Г. Телефон 552299. Апрель традиционно богат на профессиональные праздники. В апреле отмечают Международный день секретаря и День главбуха, День вебмастера и профессиональный праздник работников нотариата. К представителю какой профессии мы отправимся за советом на этот раз, узнаете через секунду. 15 лет назад Людмила Александровна Бурдина кардинально изменила и свою жизнь, и жизнь тысяч оренбургцев, имеющих проблемы со слухом. Она ушла с поста руководителя одного из оренбургских банков и занялась совершенно неожиданным для женщины бизнесом. Мне моя знакомая сказала, что сейчас есть такой интересный бизнес, слуховые аппараты, что этот бизнес очень востребован, что ни в Оренбурге, ни в других городах практически предложений товара этого нет. И несмотря на то, что я не специалист в этом вопросе, я все-таки рискнула заняться этим бизнесом. Нашла врача-сурдолога, она такой тоже молодой прогрессивный врач Ирина Олеговна Васильева. Вот так с идеи и восторженных рассказов подруги начался долгий путь, который далеко не всегда был легким. Поначалу мы думали, что достаточно снять помещение, купить аудиометр, компьютер и, в общем-то, несколько аппаратов, как мы и сделали. Но потом, когда мы начали работать дальше, когда мы начали общаться с аналогичными фирмами, когда мы вникали в этот весь процесс, вот тогда мы поняли, что этого очень мало. С этого понимания и началось развитие. Спустя полгода после начала работы маленькая оренбургская фирма становится филиалом большой федеральной компании. Это позволило приобрести нужное оборудование и обучить специалистов. И все 15 лет иметь в своем арсенале только самые передовые предложения. У нас есть все для того, чтобы обеспечить человеку нормальный комфортный слух. То есть мы можем помочь любому. Секрет успешного бизнеса у Людмилы Александровны свой, собственный, очень личный и очень женский. Мы всегда очень рационально вели, так сказать, свое хозяйство, свой бизнес. Никогда не расточительствовали. Всегда думали о том, что должен быть запас. А еще никогда не испытывали недостатка в клиентах. В ООО слуховые аппараты они возвращаются даже после дорогих столичных клиник. И они очень чутко чувствуют, как их принимают. И очень часто нас благодарят именно за то, что их выслушали. Просто выслушали, посочувствовали, поняли, но еще и помогли. Это очень важно. А еще компания «Слуховые аппараты» – это замечательный коллектив. Чуткие, отзывчивые, доброжелательные и профессиональные – все они, как на подбор, подстать своему руководителю. Мы будем стараться всегда работать, совершенствоваться и быть все лучше и лучше. Компания «Слуховые аппараты». 15 лет работы в сфере слухопротезирования. Улица Аксакова, 7, телефон 7206-42. Пожалуй, нельзя найти коренного оренбуржца, который хотя бы раз не приезжал на улицу Ленинскую за фирменными исконно оренбургскими напитками. В 2006 году именно на этой улице появилось концептуальное гастрономическое заведение, неразрывно связанное с историей города. Но на самом деле его история началась гораздо раньше. Когда 6 марта 1875 года оренбуржским купцом второй гильдии Антоном Павловичем Клюмпом было дано прошение в городскую праву о выделении ему участка земли под здание пивоваренного завода. Прошу вас разрешить строительство двухэтажного каменного здания нового пивоваренного завода со службами на площади примерно в 490 квадратных сажен. Городская управа поручает городскому архитектору Корину выделить ему участок и рассмотреть представленный купцом проект. Завод был построен в форме буквы «Г». В нем имелись сушильни, солодовые цеха, заторная, бродильная, комната ледник, складские помещения. На втором этаже находилась двухкомнатная квартира пивовара. В местной газете «Оренбургский листок» за 1876 год появилось объявление о продаже пива, приготовленного на новом заводе пивоваром Гофманом, подданным Баварии по баварскому способу. Первая партия оренбургского пива поступила в продажу ровно 140 лет назад по цене 1 рубль 40 копеек за ведро. То есть была у них ставка здесь на Неплюевской улице, ныне Ленинская улица, где сейчас реализация шла также через харчевню в здании старой гаут-вахты и в ресторане на набережной реки Урал. Летом фирменные напитки от Гофмана реализовывались в Александровском сквере и Зауральной рощи, где имели собственные дачи состоятельные оренбуржцы. После революции завод был национализирован, технология Гофмановских напитков была забыта. Впоследствии рецепты восстанавливались технологами нашего завода. Так, в 2006 году история напитков Гофман получила продолжение в лице ресторана Гофман. Все 10 лет ресторан возрождает и сохраняет русские и оренбургские традиции хлебосольства и гостеприимства. Мы солим грибы, капусту, печем с нами хлеб, пироги, пельмени, вареньки и восстанавливаем какие-то старые рецепты и вместе с шеф-поваром отрабатываем эти блюда и пытаемся донести их до гостей. Славится Гофман и своими тематическими мероприятиями. Большое внимание уделяется всем календарным, именно русским праздникам. Регулярно проводятся детские праздники с самыми настоящими спектаклями, актерами, народными гуляниями, призами и сладостями для наших самых юных гостей. А еще на протяжении всех 10 лет работы руководители ресторана с удовольствием помогают сохранять историю родного края. Вполне возможно, что когда-то на основе собранных материалов, экспонатов и фотографий будет создан музей истории пивоваренного дела. А пока, как и в далеком 1876-м, у каждого оренбуржца есть возможность приехать на Неплюевскую, на Неленинскую и прикоснуться к истории великого баварца Гофмана, чье имя вот уже 140 лет остается синонимом высочайшего качества и оренбургского гостеприимства. Ресторан русской кухни «Гофман». Улица Ленинская, 17, телефон 77-36-57. Уже через неделю мы покажем новую порцию полезных советов. Хорошей вам погоды и настроения. И до новых встреч в эфире. Прическа и макияж ведущий. Салон красоты «Ля Санте».